Здравствуйте, с вами Алла Дворецкова. Это передача о мелочах из жизни. Сегодня у нас очень интересная тема про планирование беременности. И в этом нам помогут Вера Ставская, врач-акушер-гинеколог, Лилия Алмакаева, будущая многодетная мамочка и сетевой предприниматель. Вера, первый вопрос у меня будет к вам. С чего же начать планирование беременности? Я не буду оригинально, когда скажу, что нужно начать с здорового образа жизни. И причем начать здоровый образ жизни должна пара супружеская, которая планирует беременность. Время, так сказать, здорового образа жизни оно должно быть всегда, по сути. Но если уже время поджимает, то хотя бы в течение полугода перед планированием беременности нужно все-таки исключить алкоголь, курение, неважно, что курят. Внести в свой режим дня физические упражнения, отрегулировать питание, чтобы не было никаких заболеваний, ожирение. Это очень опасно. Вот морально пара уже готова. Они ведут уже здоровый образ жизни. Дальше что им делать? Дальше нужно прийти... Приступать. Нужно прийти на прием к врачам. Причем паре нужно прийти на прием. Значит, женщина должна прийти на прием к акушеру-гинекологу, а мужчина к урологу или андрологу. На приеме доктор всегда начинает разговор о жалобах. Сначала о жалобах, в первую очередь, а затем собирает так называемый, по-нашему, анамнез. То есть историю его жизни и заболеваний всех. Узнают, какими болезнями он переболел когда-то. Узнают менструальную функцию, в данном случае акушера-гинеколог. Я уже от себя буду говорить. Узнают менструальную функцию, какие-то гинекологические заболевания. Все это определяют дальнейший план планирования беременности. То есть что должны сделать в первую очередь в данном случае? В первую очередь нужно обследовать женщину на предмет прививок, так сказать. Потому как бывают заболевания, которые при возникновении их, при заболевании их во время беременности, возможно отклонение от нормального течения беременности, возможно уродство плода. Поэтому нужно обязательно сдать комплекс анализов, которые выявят, переболели ли вы этими заболеваниями. Если какие-то прививки не сделаны, то их надо делать? Да, вот я об этом и скажу. По анализам будет видно. Потому что сейчас есть, например, прививка после коревой краснухи. Значит ее делают деткам еще, девочкам еще в младенчестве. И бывает, что девочки не знают об этом, женщины не знают об этом. Поэтому мы своими анализами мы выясним. Привита она была, значит там будет определенность. В общем, если не сохранилась карточка с детства. Да, прививочный сертификат, так называемый. То сейчас это все обследуется и делает. И соответственно, если не будет там каких-то прививок, нужно будет сделать это прививка предварительно до планирования беременности. хотя бы минимум за три месяца до планирования. Вот. Дальнейшее уже там исследование всех функций. То есть определение группы крови и резус-фактора. Определение функций печени. Определение гормонального статуса. Это что, УЗИ? Нет, это все анализы. Это все анализы, да. Это сдача крови, так сказать. Определение свертывающей системы крови. Ну и соответственно все, что стандартные гепатиты, ВИЧ, сифилис, это все обследуется и выносится резюме по результатам. Ну и также соответственно гинекологический статус. Там обязательно проведение ультразвуковое исследование молочных желез, ультразвуковое исследование малого таза. Причем малый таз исследуется трижды за менструальный цикл. Это нужно сразу после менструации, пятый-седьмой день, в середине цикла, чтобы посмотреть, созревает или не созревает яйцеклетки. И перед месячными, чтобы узнать, как прикрепится или не прикрепится яйцеклетка на перинку, в матку, чтобы ей было хорошо и развивалось. По результатам всех, ну и исследования мазков на все, на раковые клетки, на степень чистоты, на заболевания, передающиеся половым путем, это все исследуется в один раз, в один приход. Берутся, забираются эти мазки, по результатам там вердикт выносится. А по результатам исследований крови, там, всех этих, это уже, соответственно, будет уже консультация, либо эндокринолога, если есть там какие-то нарушения. То есть параллельно еще другие врачи также будут сопутствовать? Да, да, это все вот будет, это все входит в план обследования перед планированием беременности. Ну, я вот уже как дважды мама, я, конечно, планировала, но я вот не помню, чтобы вот три раза УЗИ сдавала, но, конечно, про походы к врачу помню, про анализы помню, но у вас прям так все очень тщательно и грамотно. Лиля, вот вы у нас уже, получается, трижды мамой будете. Как вы планировали беременности? Ну, скажу честно, вторую и третью беременности я не планировала. От слова совсем. От слова совсем, это был для нас огромным сюрпризом, потому что во вторую беременность мы узнали чисто случайно, что я беременна, а в третью беременность, так это вообще для нас некое шоковое событие было, потому что вообще никак не планировали. Ну, не то, что не готов, мы как-то жили уже, ребенок подрастал второй, уже хотелось как-то немножко расслабиться. Три года назад вели с вами передачи, вы были тоже практически перед родами. Да, да, да. Ну, вот так случилось, что Бог нам послал еще третьего. Как вы первую, получается, беременность тогда планировали? Основательно подходили? Вот первую беременность, да, я планировала очень основательно, и скажу честно, не сразу совсем все было гладкое, получалось, вот, и я здесь немножко от себя внесу, что там у меня эмоционально-психологический фон немножко скакал, и я прям очень переживала, и так вот, сказать, загналась этой темой беременности, и мне кажется, на этой почве у нас как-то... Расстройства были какие-то. Да, да, а здесь как-то, знаете, так наросла боль. Спонтанно, спонтанно. Вот, кстати, у меня, Вера, к вам будет следующий вопрос. Какой оптимальный срок для зачатия? Вот я помню свои тоже ощущения, когда три месяца мы старались, и у меня уже были мысли, а почему же не получается? Вот мы там, ну, все вроде бы делаем, каждый день ножки кверху березкой поднимаем, и постоянно ждешь-ждешь каждые вот эти дни, когда у тебя день-два задержка, и ты уже в предвкушении. Я помню, что я сдавала тесты на беременность, и когда я видела, что нет, ничего нет, для меня это было очень прямо так, я расстраивалась очень, меня успокаивали, да все, у нас еще впереди все получится. Вот чтобы вот наши будущие мамочки не расстраивались, какой же срок оптимальный для зачатия, чтобы они не гнали это время? Во-первых, правильно Лили сказала, что нужно отринуть все сомнения, и все это, и с удовольствием зачинать ребенка, не говорить, не сразу, вот, вот, наверное, сейчас сегодня получится, вот, наверное, в этот цикл у меня получится. Вот некоторые же как бегают, они тест с рук не выпускают, столько там, они все закончились, а здесь бегут быстрее. Просто это же такой процесс, это как творец. Удовольствие, да. Дети же, это что, это проект двух людей, потому что как ты его создаешь, как ты в него вкладываешься, такой он в итоге получается. То есть эмоциональный фон, прежде всего, согласен. Однозначно, в первую очередь. Вот, и, соответственно, временные рамки установлены. Да, если супружеская пара живет регулярной половой жизнью без контрацепции, то есть без применения любых средств контрацепции в течение года до 35 лет, в течение года, и не получается беременность, то это выставляется диагноз уже бесплодие один, первичное бесплодие. Или же неважно, они обязательно. Это не значит, что она не сможет иметь с ребенка, это просто нужно, значит, дообследоваться. Конечно, конечно. Говорят же, нет недолеченных, есть недообследованные, да. Так, а после получается у нас? А после 35 лет этот период сокращается до полугода. Я думала, наоборот, должны дать больше времени людям, нет, на это? Время. Потому что часики тикают, да? Часики тикают, да. Дело в том, что девочка, когда она зарождается в утробе матери, сразу ей, как в подарок Бог дает определенное количество фолликулов. То есть тех клеточек, из которых потом вырастут яйцеклетки. И это количество, вот оно, 400-600 тысяч яйцеклеток в утробе, у девочки в утробе матери. И как только рождается ребенок, начинается, ну понятно, что не с рождения девочки, а с момента менархии, то есть с момента первой менструации, начинают расходоваться эти яйцеклетки. И они никаким образом не пополняются. И тот запас яйцеклеток, который есть в 20 лет, и тот запас, который в 30, а не дай Бог, в 40 и старше, то там в 40 и старше остается... Это можно как-то выследить, вот допустим, сколько сейчас у меня этих яйцеклеток? Есть исследования такие, есть антимюллеров гормон, который говорит о запасе, так сказать. Это входит как раз в обследование в таких случаях, когда вот ставится... Ну, если пришла пара, которая живет, допустим, 5-6 месяцев, живет регулярной половой жизнью, и беременности нет, и они пришли и говорят, мы вот хотим планировать пока еще на планирование, то этой паре нет необходимости обследовать данное исследование, проводить на данный гормон. Но если те, которые уже после 30 или, не дай Бог, после 35 и старше, то, конечно, это будет включено в план обследования. Тогда какие обследования обязательно нужно пройти, когда вот не получается уже вот и более? Какой-то есть список стандартный, что первым делом раздается? Ну, все, что я сказала, плюс ко всему, значит, будет антимюлеров гормон, будет сдан, посмотреть на это самое, и будут отслеживаться уже овуляции конкретно, да. Это все вместе с врачом или просто тесты самостоятельные? Можно тестами, существуют тесты, как тесты на беременность, существуют тесты на овуляцию, можно дома самой отслеживать это, либо приходить на ультразвуковое исследование, так и есть, это самая фолликулометрия называется, то есть отслеживание именно как созревает ли до доминантного фолликула, происходит ли овуляция, то есть разрыв и выход яйцеклетки. То есть выходы в любом случае есть, отчаиваться не стоит? Конечно, это, во-первых, то есть мы обследуем, мы выясним, по какой причине все это, а если уж не получится, и если уж нет совсем запаса, никакого резерва нет, существует ЭКО сейчас и всякие другие вспомогательные репродуктивные технологии, которые помогают женщинам, очень хорошо сейчас. Спасибо. Лили, вот вы говорили, что в первую беременность не все так быстро у вас и гладко, много, долго вы старались? Начнем с того, что первая беременность была совершенно с другим мужчиной, я считаю, что это тоже большой фактор, потому что мой муж нынешний, он, во-первых, занимается спортом, ему 28 лет, он не пьет от слова совсем, и... Вот как раз здоровый образ жизни. Это здоровый образ жизни, плюс я не пью уже с того момента, как мы познакомились, наверное, вообще тоже не пью ни бокал вина, ни от того, что не хочу или он запрещает, это просто как-то вот поменялись... Мировоззрение. Мировоззрение, интересы, ну, от этого ничего в моей жизни не изменилось, от того, что там бокал вина не выпью, как было ранее. Вот, в первую беременность у меня немножко другое было вообще мировоззрение, психоэмоциональный фон, и мне тогда было 24 года, и мне просто хотелось очень ребенка родить до 25 лет, это был вот у меня какой-то вот внутренний бзик, плюс давление со стороны родственников, почему ты не рожаешь у нас, потому что там у мусульман принято, что ты выходишь замуж, вот первый там год ты обязана родить ребенка, если что-то не получается... Или хотя бы забеременится. Значит, какая-то ты там не такая. Неполноценная. Мне это все, естественно, давило очень на мое подсознание, и я уже начала задумываться, что, возможно, во мне какие-то причины, вот. И на самом деле я уже эту ситуацию отпустила, и в тот момент, когда я эту ситуацию отпустила, у меня произошла беременность первая. Первая беременность у меня была очень тяжелая, у меня была двойня, один плод у меня, к сожалению, не выжил. Я доносила до срока оба плода, вот, и такая у меня беременность с гистозом, то есть непростая была. Поэтому я говорю, вот вторая и третья беременность у меня, возможно... Да, благодаря тому, что у меня другой мужчина рядом, и... И вы поменялись в силу. ...психоэмоциональный фон другой, и отношения, и, правильно сказали, питание. Все, слава богу, тьфу-тьфу-тьфу, по-другому. Здорово, здорово. Вера, вот подскажите, вот когда разные резус-факторы у пар, это повод для беспокойства, или с этим можно беременеть, спокойно рожать? Ну, начну с того, что 85% населения Земли содержит этот резус-фактор. Ну, вот такой вот крестик. Все. И 15% его не содержат. И наличие или отсутствие резус-фактора никаким образом особо не влияет на течение, особенно первой беременности. Вообще, все это развивается только у резус-отрицательных мамочек. То есть у тех мамочек, у кого нет этого резуса. И то при наличии резус-положительного папочки. То есть ребенок, как все он забирает, половину от мамы, половину от папы, значит, он либо возьмет папин резус, либо мамин. И если вот ребенок забирает положительный резус-фактор, и мамочка резус-отрицательная, то организм мамы, так устроено природой, начинает вырабатывать антитела. Для организма мамы плод резус-положительный – это чужеродный белок. В принципе, и беременность-то вся – это чужеродный белок. Во время беременности же происходит снижение иммунитета. Это так природой заложено. А что, во время беременности, наоборот, волосы такие густые, ногти растут. Ну, это же уже после… Ну, это же иммунитет зависит. Это все гормоны так влияют. А вообще, ведь плод – это совсем другое. Он же не повторяет ни маму, ни папу, а он свой. И поэтому организм, вот, он оберегает эту беременность, снижая иммунитет, он оберегает и развивает ее. Так у нас сейчас существует методика определения резус-фактора плода во время первого триместра, во время первого скрининга, то есть с 11 по 14 неделю, когда проводят ультразвуковое исследование и биохимическое исследование на патологию плода, в это же время забирается кровь на определение резус-фактора плода у резус-отрицательных мамочек. И если дается результат резус-отрицательный плод, то тогда этим женщинам не проводят регулярные исследования крови на антитела по резус-фактору. Вот как в моем случае было, но это уже было 11 лет назад, я как раз отрицательный, папа положительный, я помню, что постоянно я чаще других девушек все время ходила, издавала вот эти, возможно, всегда анализы. Да, 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 это все отслеживается. И сейчас в 28 недель существует антирезусный гамма-глобулин, и если нет антител, чтобы в дальнейшем не было накопления этих антител в организме, то делают антирезусный гамма-глобулин для профилактики гемолитической болезни новорожденных, которая развивается с резус-конфликтом. В общем, вывод один, чтобы у нас пара не переживали, ничего в этом абсолютно не было. Во-первых, мы живем в городе, мы живем в 21 веке, сейчас все под контролем, все есть для развития нормального течения беременности, для нормального вынашивания беременности, перинатальные центры такие построили. Главное – спокойствие. Да, да. Лили, у меня вот к вам такой вопрос, чувствуется ли разница между молодой, беременной, и вот как сейчас уже получается, даже не зрелой, и как принято говорить, старородящая после 30 лет? Я уже в 25 была старородящая родная. Сейчас, кстати, какой возраст старородящая считается? Он не понизился, не повысился? Нет такого понятия. Но такого нету? Нет, конечно. Да, конечно, это старородящая. Меня уже приписывали в старородящую. У меня тоже 25, сказали, старородящая 4. Ну, то есть сейчас такого уже не делают, да? Это стереотип опять сложившийся в наши головы. Конечно, если женщина будет в 40 лет первая беременность и первые роды, то, конечно, в диагнозе будет однозначно беременность первая, там, столько-то недель, роды первые в 40 лет. Это будет написано. Но слова старородящая уже нету. Лили, есть вот разница вот эта чувствуется с годами? Ну, вот в моем случае, я говорю, что у меня вот наоборот, мне намного комфортнее сейчас. И боюсь что-либо говорить, потому что я еще до конца не родила. Но вот поменяв образ жизни, поменяв немножко... Повзрослев, скажем так, даже, да? Свои мозги. Поправив. Да, потому что там первая беременность у меня были какие-то мнимые свои боязни. Ну, первый ребенок, сами знаете, что страшно. Что вот, а все ли нормально, шевелится ли он. Мы вчера с мужем лежим и говорим, слушай, вот третий ребенок, а мы что-то там особо и не разговариваем с ней. Да? И не гладим ее, там, мы второму ребенку музыку давали слушать. Ну, как-то время пролетело. Незаметно. Да, себя я загружаю по максимуму делами, и некогда думать о том, что как-то я себя плохо чувствую. Такого нет. Но вот есть какие-то определенные плюсы и минусы? Вот, допустим, сейчас, может быть, вы больше даже всего успеваете, чем тогда? Что это, опыт или... Ну, я говорю, что это просто настрой, самонастрой себя, что все будет хорошо, и, наверное, не загоняться, потому что вот есть такие девушки, которые... Для которых беременность — это болезнь. Они считают, что вот пока не беременны, они какие-то особые организмы, которых нельзя дотрагиваться, там, подходить. У них всегда что-то болит. Вот. У меня как-то я вот там взяла, я и сумки таскаю. Конечно, надо подстраховываться, но так получается, что там нет помощников, я взяла там пакеты... То есть вы практически особо ни в чем себя не ограничиваете, да? Так, не огораживаете. Ну, возможно, так делать нельзя, но мой пример, он вот такой. За рулем вы так же водите? Ну, вот смотрите, я люблю лежать в ванной. Моя мама звонит мне, говорит, что делаешь? Я говорю, в ванной лежит. Ты что, срочно оттуда выходи, нельзя беременную лежать в ванной. Нет, ну, конечно, она, наверное, 37 градусов водичку сделала, но до 40, да, и полежи там, ничего страшного не произойдет. Если у нее течение беременности нормально... Правильно сказала, беременность – это не болезнь. Все, что есть отклонение от беременности, оно все... Конечно, если бы был у нее гистос, она бы сама не легла в ванной. Ну, да, у меня как-то, знаете, вот единственное, меня сейчас немножко, ну, не то, что напрягает, а тяжело, что шевелится активно, и ночью тяжело спать. Живот начал расти, сейчас уже активно. И спине не нужно спать. Вот переворачиваюсь, уже тяжело вот мне так это ночью. А так нет, все хорошо, все нормально. Супер, здорово. Вера, вот такой вопрос. Беременность в 40-40+, когда оба партнера, скажем так, уже зрелы. Здесь вот есть какие-то особенности в планировании? Ну, во-первых, риски есть, аномалии плода, это же, сами понимаете, с каждым годом, с каждым возрастом поломка в хромосомах случается все чаще все. Поэтому, ну, сейчас, слава богу, отслеживается это все, до первого скрининга скрининга, это все смотрится, если, не дай бог, там будет какая-то патология. Это во сколько? Какой срок первый скрининг? 11-14 недель. С 11 полных до 13-6 дней следующий. Вот этот промежуток делается скрининг. Сначала делается ультразвуковой скрининг, смотрят на аппаратах экспертного класса, все делают измерения, смотрят все органы, системы, там все, что есть. И если параметры по УЗИ попадают вот с 11 по 14 неделю, то следующий этап, женщина идет, сдает кровь, и там смотрят определенные параметры, и потом все эти параметры, ультразвуковые и биохимические, загружаются в специальную программу, которая выдает риск развития, вот три сами, ну, синдром Дауна, там все эти самые, 21-е, хромосома 18, вот это вот все. Поэтому все это отслеживается. Это вот, так сказать, опасность 40 и выше беременности. Плюс ко всему, что я сказала по поводу количества яйцеклеток, что в 20 лет она легко забеременеет, потому что у нее будет там богато очень яйцеклетками, да, и что в 40 лет это будет половину ее... Ну вот вы сколько, 25 лет в роддоме проработали, получается, и вот за вашу практику много вот таких пар уже возрастных, и как вот, часто они встречаются, чаще всего все хорошо у них там протекает, как? Это все зависит от настроя, вот честное слово. Хотя, конечно, риск развития гестационного сахарного диабета, то есть сахарного диабета, возникшего во время беременности, в это время... Ну, понимаете, ведь с возрастом мы... Не молодеем. Не молодеем, и, соответственно, все заболевания, которые... Которых раньше не было, они были в куринии. Экстрогенитальные, как мы называем, то есть не связанные с гинекологическими этими органами, да, с репродуктивными, они же все равно прогрессируют. Где-то что-то, у кого-то со щитовидкой проблемы, у кого-то сердечко, у кого-то почки, у кого-то чего-то, и все это, это только с годами все усугубляется, увеличивается. Просто нужно более трепетно и тщательнее относиться уже к обследованию и к здоровью своему в целом и к протеканию беременности. Ну, к своему здоровью всегда надо трепетно относиться. Оно одно у нас дается сначала, и только мы только используем его. Но переживать не стоит, а то вот уже... Нет, не стоит. Может быть, что зрители напугаются, все, мне 40, хотели детей, но вроде бы все условия есть, но, наверное, нет, не будем. Не стоит пугаться. Не стоит пугаться. Сейчас я говорю, мы живем в 21 веке, сейчас все под контролем, все отслеживается, все патологии отслеживаются. Сейчас даже оперируют в утробе матери, если не дай бог там... Это у нас в Лянске даже так делали? Нет. У нас пока в Лянске нет. В Санкт-Петербурге оперируют. И сердечки у плода. Ну, сейчас медицина, в общем-то, можно довериться. Можно довериться и не бояться и в 40+. Планировать беременность. Спасибо вам большое, Лилия. Я желаю вам здоровой беременности, чтобы все у вас прошло замечательно. Спасибо вам большое. Я надеюсь, что зрителям тоже было очень интересно послушать наш выпуск. Я хочу пожелать всем здоровья, здорового эмоционального фона, потому что, как мы уже выяснили, это практически основное, одно из основных планирований беременности. Мы увидимся с вами в следующем выпуске на Ульяновской правде. Пока-пока и до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok